Музыка Во время своего визита в Саянск губернатор Иркутской области Сергей Левченко встретился с жителями города и в течение полутора часов отвечал на волнующие их вопросы. В беседе также принимали участие министр образования области Валентина Перегудова, министр строительства и дорожного хозяйства Светлана Свиркина, министр экономического развития Оксана Тетерина, министр спорта Илья Резник, заместитель министра здравоохранения Галия Синькова, директор фонда капремонта Денис Быков. Началась беседа с обсуждения ситуации на градообразующем предприятии. Наверное, сказал Сергей Левченко, в этом зале мало людей, семьи которых не были бы связаны с градообразующим предприятием. Жизнь города зависит от работы сенс-химпласта, и если бы предприятие работало стабильно на достигнутых производственных мощностях, то денег на жизнеобеспечение города вполне бы хватало. Кроме того, предприятие вносило большой вклад в формирование и областного, и федерального бюджетов. На сегодняшний день ликвидация аварий на ангарском заводе полимеров практически завершена. Осталось решить вопрос цены и объема поставок этилена, вопрос заключения контракта между сенс-химпластом и Роснефтью. В свою очередь, отметил губернатор, он со своей стороны готов способствовать, чтобы договоренность между двумя хозяйствующими субъектами была достигнута. Сложившаяся ситуация заставила нас сделать вывод, подчеркнул Сергей Левченко, что рассчитывать на одного поставщика сырья для предприятия бесперспективно. Необходимо заниматься развитием в регионе газохимического комплекса. Для того, чтобы газ пришел в Саянск, необходимо взаимодействие многих предприятий, чтобы все в газификации были заинтересованы, включая «Газпром», который должен распечатать кавыкту. Ему нужны большие объемы продаваемого газа. Губернатор намерен подключить Ангарск у Солья. Обсуждается пилотный проект перевода на газ Новоземинской ТЭЦ. Недавно проговорили с руководством энергетической компании о таком пилотном варианте перевода Новоземинской ТЭЦ на газ с Уоля. Чтобы у нас там не всю энергетику сразу размахнулся, ничего не получится. Поэтому договорились с учетом того, что мы уверены, что газ сюда придет, чтобы уже начинать отсюда, с этой площадки, перевод на газ наш ТЭЦ и котельных. Вот, наверное, такая перспектива. Хотя вы знаете, что в мире сейчас ситуация экономически напряженная, в отношении нашей страны тем более, так как санкции действуют. Но, тем не менее, те средства, которые нужно будет найти на строительство газохимического комплекса и на строительство самой трубы от кавыкты, я считаю, что мы найдем. Найдем, несмотря на все сложности. Сергей Левченко отметил и тот факт, что, понимая, в какой сложной ситуации оказался Саянск, он способствовал тому, чтобы городу была оказана ощутимая финансовая поддержка из областного бюджета. Состоялись многочисленные встречи мэра города Олега Боровского, специалистов Саянской администрации с губернатором, министрами областного правительства. Понимая, что в сложном положении находится город, в этом году я попросил, чтобы городу дали больше денег на разные другие направления. Это и прямые субсидии в бюджет, это и на достройку детского садика, где мы тоже сегодня были, и на строительство дороги, ну и, значит, на другие дела, которые надо будет еще вносить поправки на октябрьской сессии. В целом, если первоначальный бюджет Саянска 2016 года был утвержден в сумме 760 миллионов рублей, то на сегодняшний день он составляет 920 миллионов. В том числе 40 миллионов на строительство детского сада номер 10, 47 миллионов 900 тысяч на ремонт улицы Дворовкина. Ожидается 20 миллионов рублей, одобренных Министерством жилищно-коммунального хозяйства, на ремонт северного коллектора. Надо сказать, такой объем финансовой помощи Саянск из области не получал никогда. За поддержку города и его жителей мэр Олег Боровский поблагодарил Сергея Левченко. Далее состоялся диалог губернатора с жителями Саянска. Глава области выслушал и прокомментировал порядка двух десятков вопросов, касающихся разных сфер жизни города. Первый вопрос касался капитального ремонта многоквартирных домов. В своей предвыборной программе губернатор говорил о необходимости привести областной закон УК «Премонти» в соответствие с федеральным. Внесены ли поправки, спросили саянцы. Часть поправок внесена, ответил Сергей Левченко. И в первую очередь, это льготы по оплате для престарелых граждан. До 70 лет, значит, 50 процентов, вернее, после 70, а после 80 – 100 процентов. Потому что много, конечно, было обращений людей, которые говорили, что, ну, знаете, у нас капитальный ремонт запланирован там через 10-15 лет, нам уже 70, нам уже 80. Зачем мы, так сказать, должны платить из наших пенсий? Еще одной проблемой было отсутствие контроля за капремонтом на местах. Всего шесть кураторов фонда отвечали за ремонт 15 тысяч домов по всей Иркутской области. Поэтому мы внесли еще одну поправку для того, чтобы можно было эту функцию исполнять на месте муниципалитетом. И чтобы можно было сделать таким образом, чтобы по закону, чтобы средства, которые собираются у населения, они были на дом или на группу домов, а не один весь фонд капитального ремонта на всю Иркутскую область, чтобы размазывался, так сказать, потом по тем отдельным домам. Следующий вопрос касался Саянского роддома, которому исполнилось нынче 25 лет и где ни разу не было капитального ремонта. Не могли бы Вы сказать, в этом направлении что-то как-то у нас планируется, будет ли рассмотрено обделение денежных средств и вот, может быть, будут внесены поправки на осенние сессии? Все надо ремонтировать. На сегодняшний день, насколько я знаю, экспертизу, проект пройден на ремонт него. Поэтому, если будет такая возможность, я не хотел бы загадывать на октябрьскую сессию, которую мы спланировали по поправкам, значит, если такая будет возможность, мы частично, как и на детский сад, средства будем выделять. Далее губернатора спросили о перспективах предпринимательства в сфере лесного хозяйства, о выделении участков леса, отведенного для рубки, для заготовки сырья, в частности, для Саянского завода МДФ. Глава области ответил, что сегодня будущие арендаторы лесных участков должны строго соблюдать ряд жестких условий. Основных условий три. Первое. Предприятие должно быть официально зарегистрировано в том регионе, где он занимается своей деятельностью. У нас 230 таких предприятий оказалось по области, которые рубят лес, но не зарегистрированы. Значит, должны в белую платить заработную плату, должны глубоко перерабатывать древесину, при этом глубокой переработкой доска и брус не считается. Как иногда мне сейчас заявляют, что мы тут глубоко перерабатываем. Ну и третье. За собой надо прибираться. Работников образования Саянска волновал вопрос ремонта школ. Их в городе семь. Возраст всех более 35 лет. И на сегодняшний день требуются значительные средства на их обновление. На данный момент очень серьезная проблема сложилась с заменой устаревших окон. Цена вопроса около 62 миллионов рублей. На замечание мэра города о том, что эту сумму 62 миллиона рублей город готов взять частями, губернатор прореагировал с юмором. Скромненький вы мои. Что касается ремонта школ, то помощь из области получат в первую очередь те, где ситуация уже критическая. Если есть школа, где наиболее сложная ситуация, по-моему, одна из них, одна наиболее старая, первая школа, то давайте мы пока на ней, как говорится, потренируемся, мы попробуем заложить бюджет к концу года на октябрьской сессии. Известно, что в планах Саянской администрации восстановление и развитие недостроенного когда-то свинокомплекса. Есть ли возможность инвестиции из области в этот проект? Об этом спросили губернатора. Сергей Левченко заметил, что если свининой и яйцом жители области достаточно обеспечены, то обеспеченность овощами закрытого грунта очень мала. Поэтому в планах правительства развития в области прежде всего тепличных хозяйств. Планируется построить 50 гектаров теплиц закрытого типа. Мэр Олег Боровский заметил, что в Саянске также необходимо восстанавливать заброшенное некогда тепличное хозяйство. И вот тогда уже город вновь обратится за помощью в область. Обсуждали Саянцы с губернатором и вопросы правопорядка, и вопрос ресурсоснабжающих организаций, в частности МУП «Водоканалсервис». По снижению доли компенсации выпадающих доходов предприятия из-за применения регулируемых тарифов. Говорили о поддержке адаптивного спорта, о необходимости повышения зарплат работникам дошкольных учреждений. Прозвучал и главный вопрос о перспективах Иркутской области в целом, о перспективах людей, которые здесь живут. Наша область, сказал Сергей Левченко, огромная территория, тысячи километров с востока на запад и тысячи километров с севера на юг. Жители многих населенных пунктов сегодня едут на заработки в Ангарск и Иркутск. Этого быть не должно, поэтому каждая территория должна развивать свое направление, создавать новые рабочие места. Для Саянска перспектива развитие газохимического комплекса, для Тайшета восстановление алюминиевого завода, для Усолья создание фармацевтического производства, для Бадайбо строительство крупного золото-добывающего комплекса. В Иркутске развивает мощности авиазавод. Словом, приоритетным для правительства Иркутской области на сегодняшний день является развитие экономики региона и создание комфортных условий жизни для населения при Ангаре. Редактор субтитров А.Семкин